Ну что, ребята, давайте-ка сейчас с вами бегло проверим, как вы справились с домашним заданием. Начнем, пожалуй, с тебя, Мажорова. Неси-ка свою тетрадку и показывай, рассказывай, как ты обозначила вид и время причастия. К сожалению, я лишена такой возможности показать свою домашку. Это почему же? Потому что у меня произошел модный казус. Мажорова, какой еще модный казус? А, я поняла. Нынче не модно выполнять домашнее задание по русскому языку. Ох, если бы. Но проблема не в том. А в чем же тогда? Все дело в том, что я перепутала рюкзаки. В каком смысле? При чем тут рюкзаки? Как это при чем? У меня для каждого лука свой рюкзак. И вчера вечером я сложила рюкзак не под этот лук. Опять ты говоришь загадками? Какой лук? А почему не чеснок? Или там, я не знаю, капуста в конце концов? Вы что, не образованы? Мой лук это как бы мой образ. И сегодня я пришла не в том луке, который планировала вчера. Поэтому и взяла не тот рюкзак. А не проще иметь один универсальный рюкзак под все луки? Вы что? Я так не могу. Вы бы еще мне сказали, чтобы я носила одну и ту же ручку и одни и те же тетрадки каждый день. Всем привет, с вами Диана. И так как вы уже поняли, это видео будет о том, как школьницы будут выкручиваться, когда они сделали домашнее задание. А давайте проведем челлендж. Отменим всю домашку во всем мире. Что для этого нужно? Набрать под этим видео 50 тысяч лайков. А это видео увидят министры образования. И такие, ммм, да ну эту домашку. Мы же тоже когда учились, ее ненавидели. Короче, вы поняли, 50 тысяч лайков и мы отменим домашку, потому что вместе мы сила. Кстати, вместе, это если вы подписаны на канал Дилиплей. А если нет, то давайте быстренько подписывайтесь, потому что вместе мы сила. Ну в общем, вы знаете, что делать. Там красная кнопочка, колокольчик, всякое такое. А мы поехали дальше. Дирзилова, давай посмотрим, как ты справилась. С чем справилась? Как с чем? С домашним заданием. Какое еще задание? Мне ничего не задавали. Как это не задавали? В конце прошлого урока я просила всех записывать домашние задания в свои дневники. Ну и что? Пусть все их записывают, а я еще все? А тебе что? Нужен особый подход? А что не видно? В следующий раз задавайте домашку лично мне. Ну ладно, ладно. В конце этого урока получишь домашнее задание. Особенное. Лично тебе. Добрякова, хоть ты и не подведи. Что там у тебя? Что-что? У меня кидалово. В каком смысле кидалово? Да это о чем? Меня Колька кинул. Так. Вы меня в свои любовные интриги не вмешивайте. Где твоя домашняя работа? Да какие там интриги? Я и Колька. Тьфу. Да вы что? Тогда в чем проблема? Пришел ко мне Колька и попросил тетрадку по-русскому, чтобы списать. А я же, конечно, добрая душа не отказала. Но с уговором, что он сегодня утром мне ее принесет. Спасибо, конечно, за секретную информацию. Я с Колькой потом сама разберусь. А, кстати, а где этот тетрадный ксерокс? Вот и я о том же. Видите ли, он сегодня заболел и не пришел в школу с моей тетрадкой. Здорово. Разумкова, твой выход. Спасай весь класс. Выходи к доске. Так я уже и так класс спасла. Точнее, целую школу. А еще точнее, целый город. Да какой там город? Целую страну. Причем тут страна к домашнему заданию. А при том, я не сделала свое домашнее задание по очень уважительной причине. Так как только сегодня ночью я прилетела из Тюриха. С международной конференцией науки и технологий. И презентовала свой проект... Все, все, я поняла. В следующий раз сделаешь. А проверьте мою домашку. Ого. Ущипните меня. Прям гром среди ясного неба. Когда это ты делала домашнее задание? Да, я сделала. Ну ладно. Передай свою тетрадку. Я посмотрю. Ага. Так. Посмотрим. Океан. Олень. Лебедь. Песенка. Это что за упражнение? Я такого не задавала. Ты откуда это вообще взяла? Как откуда? С книжки упражнения. Кажется, я догадалась. Это ты, наверное, мягкие знаки расставляла? Ну да. Так что, правильно сделала? Правильно, правильно. Да вот такие упражнения задают во втором классе. Ты что, опять перепутала рюкзачки и взяла рюкзак младшей сестренки? Нет, это мой рюкзак. Ой, точно, это не мой рюкзак. Это же надо. Ой, да не говори. Ну, ставлю сестренке в тетрадку пять, а тебе журнал два. Ну вот и всегда ей везет. Нищенка, а как ты приготовилась к сегодняшнему уроку? Никак. Да вы что, сговорились все сегодня? Только не говори, что у тебя тетрадка закончилась и тебе негде было писать задание на одну страничку. Нет, не закончилось. Ну а что тогда? Свет закончился. Отключили за нее плату. Так а можно было у окошка сделать при дневном свете? Ага, дневной свет. При дневном свете я в школу хожу, а живу я очень далеко. Поэтому я пока приду, уже темень настанет. Так утром могла сделать. Я из дома выхожу в шесть утра, еще дневно. Понятно. Так а можно делать домашнее задание у окна при свете уличного фонаря? Это при том, который два дня назад от сильного ветра завалился? Бывает. Так можно сделать при свечах. У нас дома была одна единственная, которая сгорела, пока я физику и алгебру делала. Все ясно. Ну вот в следующий раз начинай делать домашнее задание не с алгебры и физики, а с русского языка. Обжоринка, твоя очередь показывать домашнее задание. Или ты случайно на ужин бутерброд с тетрадкой проглотила? Нет, это все бабушка. Бабушка тетрадку съела? Да нет, она просто была у нас в гостях и жарила пирожки. Пирожки с тетрадкой по русскому языку? Нет, просто ей нужно было завернуть пирожки в газету. Нам на тормозок. Но так как газеты у нас закончились, я ей предложил завернуть пирожки в мою старую тетрадку. Только не говори, что бабушка завернула пирожки в тетрадку с домашкой. Ну как-то так и произошло ошибочно. На столе лежали две тетрадки. Одна с ананасиком старая, а другая с пироженком. Она как раз и была новая. Ну вот бабушка и перепутала тетрадки, так как была без очков. И взяла с пироженком. Понятно. Ну хоть пирожки вкусные были. Ага, дневной свет. Так а можно делать домашнее задание у окна при свете личного фонаря? Какого личного? А у нас дома была одна единственная. Как то раз горела, пока я фонарю? Как? Как, 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 как? Твоя очередь показывать домашнее задание. Или ты случайно на ужин... Так нельзя учить и уроки. Домашку делайте сутками, до ночи, до двух. Да, обязательно. А лучше до трёх. Да. Ты домашку сделала? Почти. Так я и так уже класс спасла. А точнее целую школу. А ещё толч... Толчее. Что это такое? Это мне всё, этот, очки надавили. Она прям мозги видит. Видишь, такие мозги уже вылазят потихоньку. Давай, давай. Умничай, умничай. По-умному. Я сегодня ночью только прилетела с Цюриха, с международной конференции науки и технологии, где презентовала проект... Я спрыгнусь с крыши. А при том, что я не сделала своё домашнее задание по очень-очень-очень уволжительной... Не оaten орёт тем Raymond. Продолжение следует... С евро? Толи-толи-толи-толи-толи? Люду. Толe-толи-толи-толour-толла-толила-толла- Markus- Продолжение следует... Продолжение следует...